Ровно 10 лет назад, в далеком 2013 году, в отеле Ялта Интурист был открыт зоопарк планеты обезьян и диких кошек. С каждым годом уникальнейшая коллекция экзотических животных становилась все больше. Сегодня она насчитывает более 200 особей и 40 видов редчайших приматов, диких кошек, млекопитающих, рыб и птиц. Всеобщие любимцы, пумы и гепарды, непоседливые лемуры и гиббоны, потешные носухи, игривые шимпанзе – все они нашли в зоопарке свой второй дом. Стоит отметить, что в зоопарке создаются максимально комфортные условия для животных. Полученное потомство – это первый признак того, что питомцам зоопарка здесь очень комфортно. Начиная с 2016 года, благодаря каждодневной работе идеальным условиям содержания животных, в зоопарке стали появляться первые детеныши. Сенсационные рождения малышей позволили открыть новую страницу в жизни планеты и поставили ее в один ряд с быстрорастущими зоопарками страны. Каждый год у нас рождаются малыши – лемуры, гиббоны, мангобей, прытки мангобей. В общей сложности за все 10 лет у нас появилось в зоопарке на свет 73 малыша. Однако самое знаменательное по своей значимости событие произошло 24 августа 2017 года. В молодом семействе человекообразных обезьян впервые родился детеныш. Это был первый шимпанзенок, родившийся в России за 10 лет. Как отмечают специалисты, это очень важное событие не только для нашей страны, но и для всего мира. Эти обезьяны находятся под угрозой исчезновения, и каждая новорожденная на особым счету в международных зоозащитных организациях. За время своего существования зоопарк приобрел таких поклонников из мира шоу-бизнеса, как семья Газмановых, Николай Добрынин, Доминик Джокер, Сергей Жуков, Евелина Бледанс, Анастасия Волочкова. Все они, приезжая в отель, первым делом шли в зоопарк к своим любимцам. Я уже к альпакам, к вашим подошел, как к старым знакомым, отфотографировал их со всех сторон. Потрясающе красивые лебеди здесь. Есть любимые, значит, уже питомцы, это носухи, очаровательные, там папа, мама и трое этих, значит, носух. А лемуры, это просто, это вот, я не знаю, как из мультфильма смотришь, вот, ну это класс, класс. Это настоящий зоопарк с большим количеством животных, очень разнообразных животных, от приматов до хищников. Сам зоопарк постоянно совершенствуется. В 2022 году, согласно новым вышедшим законодательным требованиям Российской Федерации, перед всеми зоопарками страны встал вопрос о получении лицензирования деятельности. Удалось не только успешно справиться с поставленной задачей, но и в кратчайшие сроки провести комплексное обновление вольеров зоопарка. В 2023 году был обновлен санитарно-карантинный блок, в котором должен соблюдаться 30-дневный карантин после прибытия новых животных. В здании были проведены системы водоснабжения и канализации, а также обновлен пол и заменены окна. Помимо этого изменения коснулись ветеринарного блока, который состоит из трех частей. Склад из медикаментов и ветеринарных препаратов, операционное и рабочее место ветеринарного врача. Ну, мелкие различные операции можем оказывать здесь, и прекрасно, что у нас теперь есть такая возможность не суетиться, никуда не ехать, а оказать максимально в короткое время помощь животным здесь на месте. В начале ноября планета обезьян и диких кошек отметила свой 10-летний юбилей. В этот день никто не остался без внимания. Организаторы праздника угощали всех гостей шоколадно-банановым печеньем и делились отличным настроением. Ключевым событием дня стал семейный квест по территории зоопарка, за победу в котором команда награждалась бесплатным проживанием в отеле на три дня, две ночи на четыре персоны. В квесте приняло участие 23 семьи из разных городов России. Предваряла квест интереснейшей экскурсии по зоопарку, где участники узнали множество уникальных фактов о питомцах. В упорной борьбе победу одержала семья Лужняк из Москвы. Наши эмоции непередаваемые, потому что мы победили в этом мероприятии. Узнали, хотя мы останавливались не в первый раз в этом отеле, но узнали много чего нового о местных жителей, которые здесь обитают, информацию, которую мы не владели. Поздравляем этот замечательный зоопарк с юбилеем, с десятилетием. Желаем персоналу терпения, наверное, с этими животными. Они любят свою профессию. Расположенный в самом сердце крымского полуострова зоопарк уже прочно завоевал любовь и популярность у гостей и друзей отеля Ялта Интурист. Каждый посетитель отмечает, что при посещении зоопарка он будто совершает увлекательное путешествие в царство природы, во время которого можно на мгновение вернуться в детство, расслабиться и отдохнуть душой. Уверены, что у планеты обезьяны диких кошек впереди еще много ярких и запоминающихся юбилеев. А сам зоопарк будет радовать своих гостей незабываемыми эмоциями и дарить удовольствие от общения с животными. До встречи в любимом зоопарке!